Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. Сегодня мы будем говорить о интересном и уникальном растении, дереве. Это гинка. Многие его видели у меня в инстаграме фото и были просьбы показать и рассказать, что это и как. Значит, если вы хотите его использовать для бонсай, они прекрасно растут во многих районах, растут на улице, потому что выдерживают температуры минус 35, если в земле растет. Если растет в плошке как бонсай, то желательно где-то минус 5 и все. Ниже нежелательно, но очень много хорошо растет в грунте, в садах. Единственное, что это большое дерево, поэтому выделяем ему место побольше. Но их очень много видов или подвидов, как правильно даже не скажу. Они различаются размерами. Есть даже чуть ли не кустистые формы, уже видела. Но нас касается бонсай в данном случае. И вот для выбора, когда мы выбираем вид для бонсай, то выбираем разные листья есть. Так как у него листья, это, наверное, одна из уникальностей этого дерева, при бонсай мы можем добиться уменьшения размера листа. Но у гинка это практически нереально. То есть лист какой будет, такой будет. Из-за этого мы выбираем, выбирая дерево, выбирая форму, думая, как он у нас будет выглядеть, мы рассчитываем на какой-то большой. То есть от 60 сантиметров точно. Ну так уже вот в более готовом состоянии. 60, 70, можно даже метр. То есть большие экземпляры это будет. Мы не делаем из него маленький. Но есть, если мы их пришли в садовый центр, их много, это вот именно из садового центра, в обычном, обычный саженец, в обычном горшочке купленный. Если мы пришли, они разные. Есть большие, прямо такие длинные, вытянутые листья. У них определенная форма. Это будет в последующих видео. Видно сейчас февраль, поэтому как бы без листьев. Они огромные, большие, а есть более приплюснутые, такие вот, более аккуратненькие. Но они тоже большие. Их не уменьшить, что тот вид, что этот. Не зависит от вида. Их нельзя уменьшить. Поэтому выбираем по размеру листа. Ну, кроме того, что они отличаются по форме, выбираем, какая нам нравится форма. Ну и выбираем размер листа. А если мы планируем его в районе метра, то можно взять и самый большой вот этот лист. Вид с этим листом. Если поменьше, где-то хотя бы 60 сантиметров, 50-60, вот так. Меньше 50 точно не стоит. Тогда выбираем листик поменьше. Так, значит, как я уже сказала, это из вот садового центра в обычном горшочке. Пока что с ним была просто единственная вот остановка в росте, чтобы что-то начало расти. Какая-то из веточек у меня тут выросла. То есть вот был один срез, второй. А, и вот тут вот еще был. Ну, это минимально. Больше ничего не было. В плошку он посажен, ну, пока просто пересажен был из горшка в плошку. Так как горшочек маленький, кругленький, чтобы у него было в стороны какое-то место для корней. Высота буквально там, то есть горшок был немножко выше. То есть практически сохранилось. Как видите, он посажен не сбоку, не как-то по правилам, а просто вот эта тренировочная плошка, в которой просто мы посадили, чтобы корни начали уже чуть-чуть, чуть-чуть просто в стороны разрастаться. То есть чтобы нарастить корневую. Практически всегда в садовых центрах вы увидите их тоже привитыми. То есть в основном берут самый устойчивый вид. Это вот будет вот тут с огромными такими вот листьями. Чуть-чуть даже другой формы, чем этот. Он берет, его берут за основу и к нему прививают уже какой-то другой. Так, сейчас вот тут даже, вот тут вот видна вот так вот. Ну тут довольно хорошо сделана прививка. То есть ее надо просто знать, что она тут есть. В общем, вот так наискосок это все. Низ одно растение, а вот так, таким образом, и это идет другое. Поэтому это важно. Почему? Когда вы выбираете, вы все-таки постарайтесь найти место прививки. Потому что когда у вас будет вот тут что-то у меня начинало расти. Что-то расти снизу, если оно ниже прививки, удаляем сразу, просто вот сразу. Как только просто зеленую точечку увидели. Это обязательно. Иначе более сильное растение пойдет расти. А вид, за который вы заплатили, эти привитые, более мелкий лист, более интересный. Более такие вот формы раскидистые, они дороже. То есть они всегда дороже. Купить саженец без прививки, вот этот вот с большим листом, самый основной гинка, который известен чаще всего, будет гораздо дешевле. Поэтому, если уж мы заплатили за то, что дороже, то следим и ниже прививки все удаляем. Это очень важно. Почему сразу удаляем? Это тоже одна из особенностей. То есть первое, он не уменьшает лист. Вторая особенность, при обрезке, вот это было при покупке. То есть из того, что было, вариант, что я хотела купить, это был единственный получше, но у него вот это рано. Но у меня уже этот гинка, но года три, точно, правда, не помню. И тут практически ничего не заросло. Почему? Он не... Его особенность является, что он не на месте срезов, не растит вот эту вот замещающую ткань, которая постепенно зарастает рану, зарастает какой-то срез. Вот что здесь это, что здесь. То есть зарастает, только вот со временем утолщается ствол и получается наплывом она зарастает. Но это совсем не так, как мы можем увидеть у яблони, у лиственницы, у каких угодно других деревьев. То есть это еще одна особенность. У нее нет этого дерева, этой возможности. Он так не умеет. То есть потом, со временем, просто вот смыкаясь, нарастает, наплывает немножко сверху, снизу, оно смыкается. Естественно, большие раны, если мы видим, они будут очень долго. Это, ну, мне пришлось... То есть из того, что я выбирала, это был единственный... Так как срез был сухой, не какой-то там плохой, я его взяла. Именно поэтому мы обрезаем... Вот я тут сказала, что если что-то растет моментально, потому что срезы потом вот так очень-очень долго зарастают. Поэтому это учитываем в формировке. Причем неважно, на улице у вас растет или в доме, ну, или как бонсай, что мы стараемся... То есть никаких жертвенных ветвей здесь, в принципе, быть не может. Потому что мы выращиваем, если по правилам, жертвенную ветвь, она толстая, и потом мы ее когда-то удаляем, место среза зарастает. Оно будет потом зарастать очень долго, очень долго будет некрасиво. То есть прямо очень долго, это десятилетие. А тем более в форме бонсай. Рост замедленен и так далее. Поэтому мы не используем вот этот вот, что мы дали порасти. Дали порасти вершине, какой-то ветви. У нас все утолстилось, потом мы срезали. То есть срезы, ну вот сегодня придется резать, да. Но вот такая толщина больше очень нежелательна. То есть бывает, что надо, но очень нежелательно. То есть это вот обязательно учитываем. Поэтому срезаем то, что надо. Не когда-то потом, пусть подрастет. А именно тогда, когда решили, что надо, и срезаем. Еще одна особенность, что у него очень нежная кора. Прямо вот она такая нежная. Поэтому проволоку используют очень-очень редко. Прямо вот совсем редко. Японцы, по-моему, проволоку для него вообще не используют. Они формируют гинка. Ну как бы само дерево может быть в формальном стиле. Может вертикально формальный стиль быть. Может быть в виде метлы стиль. Может быть часто лес сажают из гинка тоже. Японцы очень часто формируют, я даже не скажу. Ну это ближе немножечко, это к стилю метлы. Немножечко. Но вообще выглядит это как факел. То есть если мы представим, во все стороны так веточки, веточки. Вот такой вот факел. Если мы представим, как выглядит факел. Вот так. Это практически всегда. Ну как бы бывают интересные, конечно, экземпляры. Мне тут хочется чуть-чуть иначе. Вот у меня тут веточки есть в стороны. То есть максимум, что мы можем себе позволить. Вот эта веточка, чтобы ее чуть-чуть пригнуть. То ее вот зацепить и сюда пригнуть. Но сегодня это делать не будем. Это потом возможно. А накладывать проволоку, изгибать, очень нежная кора. А зарастает, как мы сказали, очень плохо. То есть это лучше не использовать. То есть это такие вот особенности. Теперь, ну раз уж я про формировку немножко сказала. Значит, к этому дереву. Как мы его формировать будем? Идем, как всегда, снизу. То есть вот внизу. Это уже выше прививки. То есть из этих вот трех таких точек, какая-то будет веточкой. Какая точно будет решено, когда вот весной они проснутся, начнут расти. И я выберу уже тогда, какая из них будет. Или уберу какую-то из почек, или уберу веточку. Но это будет видно, вот когда проснется. Потому что сегодня будет пересадка. И довольно травматичное такое все-таки действие. Поэтому будем выбирать потом. Мне казалось, что мы сегодня удалим, а с почкой что-то случилось. Поэтому эту часть мы оставляем без изменений. Эта почечка у нас, и эта почечка прекрасная. Пускай растут. Это потом, когда будут листья, мы ее просто немножко пригнем. То есть это будет вертикальный такой, неформальный стиль. Не в виде факела. Мне это деревце не видится так. Потому что ее, его листва тогда, ну как-то она теряется. Она скученно получается. И как-то не хочется. Если бы было несколько этих деревьев гинка, то один в виде в таком, один в таком. Хорошо. А у меня пока одно, и поэтому делаем то, что хочется. Значит, остается, остается, остается. И вот тут остается. Слишком-слишком длинное, долгое, ровненькое. Поэтому вот тут вот эти обрезки, которые вот были, привели к тому, что у нас тут вот пробудились почечки. Мы воспользуемся этой почечкой или вот этой. То есть кто-то из них пойдут вот не вершиной, но вот так сказать, к вершине. Поэтому вот это вот мы сегодня срежем. Единственное, что мы сегодня будем делать относительно формировки. Вот. И, собственно, все. Так. Все остальные формировки будут, когда будет, обрастет. В этом сезоне должны уже эти почечки. Они долго развиваются. То есть не то, что вот она весной появилась, и она даст ветвь. Вовсе не обязательно. Она может быть в спящем режиме до будущего сезона. Это уже опробовано. Значит, что любит? Очень любит яркий свет. Ценится гинка в бонсай за осеннюю окраску. У него осенью, то есть летом это зеленый, довольно нежный зеленый цвет листа, а осенью это желтый цвет. Это яркий, хороший желтый цвет. И чтобы он был ярким желтым, а не таким вот коричневатым, надо, чтобы летом у него было яркое освещение. Это если он получает много света летом, на улице, хорошее яркое освещение, на ярком солнце, на полном солнце, то осенью у нас будет красивая желтая листва, а не какая-то там не очень красивая. То есть именно яркая такая, светящаяся прям вот. Поэтому любит солнышко. Про температуры сказала, значит, зимой выдерживает минус 35, но в культуре бонсай лучше минус 5, и все, и не ниже. Поэтому заносим куда-то в теплице, еще как-то оберегаем. Что еще дальше? Освещение, температура, полив. Вот очень самое важное в ГИНКО это полив. Он с одной стороны любит много воды, то есть частый полив, регулярный частый полив, хороший полив. С другой стороны загнивает просто моментально. Поэтому мы еще коснемся этой ложки, скажу этот нюанс. Перелив невозможен в принципе. Грунт, тоже сейчас будем делать грунт, этого всего коснемся. В общем, с поливом очень аккуратно, загнивает просто мгновенно. Если у нас еще к тому же холодно, и мы как-то вот просчитались, полили, а стало холодно, там вот осень еще, то это тоже очень может быть. Очень аккуратно с поливом после пересадки. Неважно, есть у него листья, нет. После пересадки корни должны прийти в себя, какая бы щадящая она ни была, и начать работать. Если мы полили обильно после пересадки, после посадки, неважно, в ложку, в горшок, куда угодно, могут загнить корни, пока еще они не начали расти. То есть это просто мгновенно происходит. В течение там два дня, и вы можете потерять дерево и не успеть спасти. Если знаете, что залили, доставайте из горшка, пересаживайте в другой сухой грунт. Вот, вот, просто сразу-сразу. Это срочная реабилитация. Так, ну, собственно, сейчас пойдем мы к пересадке, и еще и про полив, и про грунт поговорим. Ой, у нас очень тяжелый, а будет еще тяжелее после пересадки. Так. Сейчас мы это все добудем. Вот, у нас принесено деревце из теплицы. Сейчас мы все это будем смотреть. Сейчас сеточки отсыпем. Чтобы они не держались. КОНЕЦ мы его добудем потом потом продолжим тут сложно нужно еще руки дополнительные вот добыли сейчас я это все немножечко очищу и покажу что мы будем с ним делать все немного мокрая потому что еще прохладная такая земелька ну корней наросло довольно много мы чистим и тут вот немножечко их тут надо придется обрезать потому что когда доставали поранился вот это вот прям все хорошее выросло уже выросла в этой ложке так если видим что-нибудь не очень хорошее вот они все равно есть потому что прям ну очень легко загнивает поэтому вот у нас есть корни они пустые чувствуется что внутри он есть а снаружи вот он пустой уже это не очень хорошо но это может быть об этом еще скажу тут есть проблема была проблема в ложке сегодня моему ложку будем менять это все будет рассказать грунт был подобран хорошо поэтому легко все очищается легко убирается сильно обрезать мы не будем по той причине что вот вы видите здесь но она конечно хорошо есть мочковатые хорошие корни они не тонкие это дерево с очень хорошей корневой системой но их пока мало поэтому вот это все что у нас есть выросла на больших корнях вот он вот он у нас отсюда идет это все оставляем единственное посмотрим если опять такие вот полупустые корни их мы обрежем так сеточка у нас тут осталось где-то еще должна быть сеточка сейчас поищем или она упала скорее всего да наверное упала хорошо все вот вот опять такие вот полупустые корни мы их обрезаем два вот этих корня 1 2 они прямо они делают основную массу и вот еще все с ним мы сегодня не будем очень сильно его мучить потому что надо еще нарастить корнирую так сейчас мы это все вот так уберем ложка у нас огромная поэтому этот поддончик нам ничем не поможет сейчас сначала к грунту а потом под ложку поговорим так грунт значит исходя из того с грунтом вот всегда смотрите узнавайте что любит растение как у него к поливу отношениям и тогда это уже уже собственно вам немножко ответит на вопрос какой грунт грунт должен быть обязательно рыхлый то есть обязательно много чего-то сыпучего неорганического можно песок часто советуют но очень мелкий на мой взгляд очень мелкий поэтому вот пемза или что-нибудь там циолит что есть пемза лучше чем циолит более пористая больше лучше отводит воду лучше будет более рыхло поэтому пемзу берем обязательно берем садовый грунт обычный садовый грунт и очень любит плодородную почву то есть это деревце которая любит плодородную почву поэтому берем или компост обычный или вот у меня вермикомпост вот сколько его есть весь мы его сюда высыпем и довольно много сейчас пемзы перемешаем то есть вот три компонента в принципе достаточно в прошлый раз у меня была еще лава но там плошка была полегче сегодня плошка будет еще более тяжелая но она по другим принципам была выбрана но она тяжелая поэтому лава это будет просто неподъемное дерево поэтому очень рыхлый плодородный грунт это важно причем когда я тот сажал у меня не было вермикомпоста у меня был просто компост обычный который используется для садовых растений в саду в грядках я его добавила корни прекрасны потому что пересажен был из маленького такого черного горшка там корней в три раза больше сейчас чем было поэтому плодородный это важно так ну вот наверное все это высыпем так для наверное даже еще немножко я в этот раз из-за большой плошки подстраховалась принесла еще чтобы мне казалось что у нас не хватит потому что это то дерево к которому надо более тщательно подойти к грунту чтобы потом не жалеть что у нас что-то не получилось так вот довольно много можно еще чуть больше почему у меня не больше сейчас покажу так теперь идем к плошке ой ой вот она значит ну почему плошку меняю он мог бы еще в той расти спокойно у этой плошки были очень маленькие отверстия их было два просто ее в сторону убрали не покажу но они маленькие поэтому выбираем вот вот они большие вот такие большие это хорошо на такой размер это хорошо меньше очень нежелательно то есть поливы чтобы не было у нас перелива это очень важно если бы у меня были меньше вот как в той плошке были меньше отверстия поэтому у меня была еще лава поэтому было по моему еще и циолит был вот так начинаем сажать на такой размер будем очень долго насыпать так вот не очень много и будем но в силу корневой с которой мы пока не можем ничего изменить пока она будет еще наращиваться вот оставим вот это все будем ждать пока тут вырастет поэтому мы не сможем посадить правильно там в сторону еще как то мы посадим пока просто посадим то есть вообще в этот раз у него пересадка то есть она могла бы еще спокойно пожить этот сезон в размере в той плошке в том грунте грунт был хороший но вот эти вот маленькие отверстия при каждом дожде ее приходить это деревце приходилось прятать потому что сильный дождь летом даже при том что есть листья и много дерева в летний сезон пьет могло произойти загнивание поэтому я хотела поменять плошку именно из этих соображений поэтому пересадка у нас сейчас именно из-за плошечки чтобы дать ей побольше отверстий было легче содержать поэтому пока что сажаем ну вот как можем то есть вот у меня лицо поэтому сажаем так так может быть немножко сейчас может быть вот как-нибудь как-нибудь вот так может немножечко сдвинем если получится по корням вот вот заодно вот эта часть у нас самая пустая мы дадим вот вот этот угол то есть она не будет упираться в плошку а будет тут сюда вот таким образом вот посмотрите я хотела увести чуть-чуть в сторону чтобы не так топорщилась глаза все начинаем потихоньку засыпать вот такое вот интересное необычное деревце лист не уменьшает срезы заращивает тяжело и сложно но очень красивое очень необычное да кстати к листу есть такая техника в бонсай меня часто спрашивают пользуетесь вы или нет я потом расскажу о ней подробно но техника по удалению листьев то есть в середине где-то июня можно удалить с дерева листья все или частично и что нам это дает нам это дает что через недельки 3 вырастут новые листья и они будут мелче вот так вот для этого дерева эту процедуру делать бесполезно листья вырастут того же размера вот я кстати этой техникой никогда еще не пользовалась там есть очень много нюансов и ее очень очень так сказать надо думать к дереву можно ли к нему ее применить так что надо будет потом делать ну когда буду делать такую технику если то тогда будем делать об этом видео потому что там не думая можно очень навредить можно убить растение просто оно было прекрасно замечательно и настолько смущало размер листа но этим можно его и убить то есть есть куча нюансов так сейчас мы немножечко прямо просто пемзы подсыпем она можно было вмешать внутрь и было проще поливать и был более такой грунт рыхлый возможно по цвету не самый подходящий цвет для этого деревца но выбрать размер размер пложки отверстия для этого дерева гораздо важнее эти параметры поэтому цвет ну уж какой есть хотя ну у нее довольно нежные зеленые листья поэтому он немножечко подойдет она не такая прям глянец бывает она глянцевая но глянец бывает разный бывает прям аж блестит а тут такой довольно спокойный не так сильно блестит плюс вот это вот осень желтая листва возможно будет будет интересно поэтому такой такой цвет корневая большая растет хорошо в принципе чтобы это деревце росло хорошо нам нужно довольно большой объем корневой поэтому часто используется более глубокие даже пложки но тут вы видели я много насыпала треть где-то насыпала и у нас все поместилось поэтому хорошо но можно использовать и более глубокие вот по размеру по форме какие как вы будете формировать могут быть круглые могут быть еще но такие лаконичные ровные формы на мой взгляд хорошо будет ему будет хорошо так что вот что у нас получилось дерево действительно уникальное если есть возможность его завести в саду или вот так в виде бонсай то советую очень хорошее но очень-очень аккуратно с поливом прямо вот это наверное оно и сосна еще вот это еще быстрее погибнет если перелили сосну проще даже спасти а это если перелили то прям срочно пересаживаем поэтому деревце интересное пробуйте сажайте вот я думаю вас будет радовать подписывайтесь на канал увидите продолжение удачи